Всем привет, дорогие друзья! С вами Маракаси. Итак, давайте посмотрим великолепный бой на французской ПТ-САУ 10 уровня ФОШ-Б. Увидим, насколько всё-таки данная ПТ-САУ может нагибать, что в ней есть действительно хорошего. И, конечно, друзья, заканчивается новогоднее наступление уже 9 января, поэтому успейте забрать все халявные плюшки этого новогоднего наступления. Например, если у вас накопились жетоны, не забудьте их потратить в специальном автомате, иначе они просто сгорят. А так, возможно, вы получите всякие расходники, если повезёт, объект 283 в аренду или, возможно, даже навсегда. Также ненужные ресурсы можно обменивать на жетоны для этого автомата 2000. Соответственно, ресурсов для этого требуется. Можно менять там ресурсы, если чего-то не хватает, можно чего-то другого взять, обменять и тем самым купить жетоны. Конечно, не сказать, что это супер прям выгодно, но в любом случае эти жетоны и ресурсы все сгорят, поэтому лучше их, конечно же, потратить. Ну и также не забудьте, соответственно, прокачать новогоднюю атмосферу до максимального уровня и забрать там очень много наград, которые действительно пригодятся вам в дальнейшем в игре. И, конечно, друзья, продолжаю разыгрывать для вас разнообразные призы, в том числе 1000 золота и одну коробку. Два приза сразу разыгрывается в честь того, что Новый год. Обычно всё-таки один приз разыгрывается, но в этот раз, соответственно, вы можете выиграть ещё и коробку, помимо 1000 золота. Успейте до 9 января выиграть коробку. Для этого просто укажите свой игровой ник в комментарии. Ну и комментарий должен быть по теме видео. Ну и, соответственно, сегодня мы поговорим про боновые танки, так как разработчики, ну совершенно, в общем-то, так прямолинейно, я бы даже так сказал бы, намекнули нам, что вот скоро нас ждёт чёрный рынок. И даже, в общем, мы посмотрим это видео, которое они нам предоставили. Почему-то многие это видео вообще не заметят. Всем привет, друзья, с вами Маракаси. Итак, давайте поиграем на сайте Vodhub. Попробуем открыть коробочки. Так, и одна коробка падает. Золото. Десять коробок, хорошо. Прям отлично залетело. Золото. Где же коробки, ё-моё. Вот коробки, вот одна коробочка всего. Две коробки отлично. Сколько ещё там круток осталось. Так, ещё разок, по-моему, да? Ещё одна коробка. А, вот ещё разок. Можем всё. Золото. Ну, в целом нормально получилось. Также, друзья, не забывайте, что сейчас остаётся один день, 10 часов. До окончания уникального ивента на сайте можно выиграть 100 коробок. Для этого нужно потратить 55 рублей на сайте или больше. Но за каждые 55 рублей даёт билет, который уже даёт вам возможность участвовать. Подробности тут вы можете посмотреть. Ссылка на сайт в описании. Всем удачи. Также, недавно разработчики предоставили нам две новые премиум машины на обозрение. Первая из них ветки Швеции. Lata Strichforden. Такая вот, по ТОСАУ, по типу СТРВ. Естественно, на мой субъективный взгляд, данные машины вряд ли пойдут в чёрный рынок. Хотя есть такая вероятность, но их только выложили на обозрение. Обычно после этого следуют очень долгие такие тесты, где меняют характеристики. Так что, не факт, что эти танки пойдут именно в чёрный рынок. СТ-62, вариант 2. Это у нас советский ЛТ. В последнее время разработчики экспериментируют с этим классом техники, с ЛТшками. Взять хотя бы премиум танк 9 уровня из коробок шар MLE-75, который очень необычный и своеобразный. Хватит. Теперь я говорю. Вся эта ерунда. А вот у меня есть кое-что стоящее. Только сможете ли вы это получить? Вы не понимаете, кто я? Чего хочу? А ведь подсказки были. Вы смотрели, но не видели. Не справились с первым заданием. Что ж, скоро встретимся. Я думаю, данный видеоролик очень красноречиво говорит нам о том, что чёрный рынок не за горами. И давайте рассмотрим, какие танки, вероятнее всего, в него могут попасть. Естественно, стопроцентного списка еще никто не знает. Но, тем не менее, есть вероятные варианты. Например, Ка-2. Советский танк. Не так уж и давно, примерно в течение месяца, этот танк немножечко там поменяли в характеристиках. Ну, совсем незначительно добавили описание. А это, ну, такой ключевой момент того, что танк скоро может выйти. Я считаю, что для чёрного рынка он очень хорошо подходит. И вполне может продаваться за боны, ну, либо за другие ресурсы. Тут, правда, стоит отметить, что топом в феврале, если я не ошибаюсь, будет глобальная карта. И там тоже будет свой танк за боны 10 уровня. Поэтому есть вероятность, что чёрный рынок, он либо выйдет в январе, то есть уже совсем скоро, либо уже после глобальной карты. Я не думаю, что они будут вместе совмещены, вместе с глобальной картой. Так что, ну, такие дела. Следующий танк ТС-54, американец с двумя орудиями. Как раз, мне кажется, идеальный вариант для чёрного рынка, так как весьма необычный танк. Ещё два орудия. Первый американец с двумя орудиями. И, в принципе, по характеристикам не стильный танк. На первый взгляд, именно кажется так. Поэтому продать его за ресурсы разработчикам будет, так скажем, не жалко. Ну, в общем, часто такое бывает, что какие-то танки не самые там впечатляющие. Их просто сливают, так скажем, в чёрный рынок. Так как особого вреда в продажах других танков они не сделают. Далее, китаец ВЗ-111 Модель-6. Ну, конечно, куда без китайцев. Соответственно, 360 урона. Тут 225 пробития основными снарядами. 290 на голде. Кстати, УВН неплохие. Минус 8, соответственно, градусов. Ко всему прочему, у данного танка весьма хорошее бронирование. 300 мм в лбу башни. И 120 в лбу корпуса. Ещё один вариант. Тип-5 Хото. Японская ПТ-САУ. Последнее время, опять-таки, очень тщательно разработчики подходят к балансу данной техники. Правда, последний раз очень сильно понерфили данную ПТ-САУ. В принципе, до сих пор она выглядит довольно своеобразно и необычно. Потому что тут, во-первых, нету таких вот типичных голдовых снарядов. Тут 570 урона на голде. Но при этом пробитие меньше. Гораздо 230. На обычных снарядах урон 500. Но пробитие повыше. 265. Так что японцев ждём. Однозначно. КС-52С. Это у нас польский танк. Такой вот типичный, можно так сказать. Но с механикой скоростного режима. В принципе, по динамике тут, в принципе, неплохо всё. То есть танк явно немедленно. Плюс ещё и скоростной режим. По орудию всё очень классически. То есть ничего необычного. 250 урона всего-то. Ну, на мой взгляд, танк на любителя. Т-54 хэви танк. Тяжёлый танк США. Опять-таки, считаю, что танк уже практически готов к выходу. Так как уже очень продолжительное время его балансит. 450 урона. У него бронепробитие на основных снарядах 320 на голоде. Но это танк 9 уровня. Увэ, наш минус 12 градусов. Подвижность небольшая. 34 всего максимальная скорость при уделанной мощности их двигателя. 14,5. Также 254 миллиметра валбун. То есть, в принципе, хорошо бронирован. Ну, и практически стопроцентный вариант именно для конструкторского бюро. То есть, я лично считаю, что будет два варианта похожего события. Первый – это конструкторское бюро. Может быть, как бы объединят всё вместе, не знаю. Но в конструкторском бюро будет Леон. А второй вариант – это, конечно, чёрный рынок классический, где будет много танков. Ну, либо его обзовут как-то по-другому. Может быть, назовут там, не знаю, аукцион. Хотя это как-то блэкло звучит. Но посмотрим, что разработчики. Может быть, там Лесто что-то придумает на руссервере. К-91 вариант 2. Это у нас советский танк 9 уровня. У него 300 урона всего-то на 9 уровне. Ну, может быть, там высокая скорострельность получается. Я не знаю. Тут не указан ДПМ. Танк активно, опять-таки, балансился в последнее время. И очень вероятный кандидат. 116 F3. Этот танк пойдёт уже на глобальную карту, о которой я говорил. В общем, вы можете примерно понимать, какие танки стоит ждать в ближайшее время в чёрном рынке. За абоны и другие ресурсы. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Желаю вам удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok